И начнем выпуск с официальных новостей. Еще 71,5 миллиард тенге выделят на выплаты казахстанским медикам для борьбы с коронавирусом. Таким образом, надбавки к их зарплатам будут продлены до октября. Об этом сегодня сообщил президент страны. Он также анонсировал новый пакет мер поддержки работников здравоохранения, который должен заработать до конца года. Сегодня глава государства дал еще ряд поручений, в их числе учредить новое звание «Заслуженный врач республики». Все это происходит в канун профессионального праздника людей в белых халатах, который отмечается в предстоящее воскресенье. Ну а в столице в знак признательности медработникам был открыт мемориал Алтен-Джурек. Тимур Казагулов с подробностями. Новая достопримечательность – мемориал Алтен-Джурек – знак доблести, признательности и героического труда медработников. Расположился в самом сердце столицы, в линейном парке. Фигуры из множества пазлов формируют единое сердце и символизируют общий вклад медиков в борьбу с коронавирусом. Открытие мемориала Алтен-Джурек символизирует солидарность и сплоченность казахстанцев перед лицом смертоносной инфекции. В прошлом году моим указом была учреждена медаль «Халгалгаса». Этой медалью были награждены многие наши сограждане, находившиеся на передовой борьбе с пандемией. Это знак безмерной признательности народа за их самоотверженный труд и героизм. Большинство награжденных – работники здравоохранения. Корона-вихрь мирового масштаба унес жизни больше 200 казахстанских медиков. Заболели около 10 тысяч работников сферы здравоохранения. В условиях пандемии государство не оставалось в стороне и всячески поддерживало врачей и медперсонал. 180 миллиардов тенге медикам выплатили в виде надбавок и страховых пособий. С первых дней пандемии государство сделало очень много для медицинских работников в качестве поддержки. И доплаты нужные, и материальная помощь, и поддержка. Любое внимание, которое оказывается, это для нас большое вдохновение. Я думаю, что наши медицинские работники приложат все усилия для того, чтобы нашу национальную безопасность сохранить. И чтобы было в стране благополучие, и мы хорошо, без проблем вернулись в нормальную жизнь. Однако на этом работа по поддержке медиков не останавливается. Президент сегодня анонсировал новый пакет мер. Правительство дополнительно выделит на эти цели 71,5 миллиардов тенге, чтобы продолжить выплаты до октября текущего года. Мы начали поэтапное повышение зарплат врачей. Этот процесс будет продолжаться. Важно также создать эффективную систему социальной поддержки медицинских работников. Она должна включать в себя обязательное предоставление жилья прибывающим в сельскую местность специалистам, выплату подъемных пособий и другие льготы. Такие меры должны быть приняты во всех регионах при активном участии акимов областей и городов. Однако только финансовых стимулов недостаточно. Людям в белых халатах нужна и правовая защита, отметил Токаев. По поручению главы государства до конца года в стране запустят систему страхования профессиональной ответственности медицинских работников. А для повышения их статуса в Казахстане введут звание «Заслуженный врач республики», включающее материальное вознаграждение. Идет насыщение кислорода, и мы наблюдаем за нашими пациентами. В канун профессионального праздника медработников посетил президент и столичную поликлинику номер 103. В борьбе с коронавирусом главную роль играет качественная первичная и консультативно-диагностическая помощь. Не раз в своих выступлениях заявлял Касым Жумар Тукаев. На месте он осмотрел кабинеты, оснащенные современным медицинским оборудованием для оказания такой помощи. Наша сеть представлена более чем 24-мя центрами в различных регионах Казахстана и работает у нас больше тысячи сотрудников. Нужно отдельно отметить, что мы развивались в концепции «Доктор у дома», то есть максимально интегрированные в городскую инфраструктуру. И с 2019 года мы стали заниматься еще и сельским здравоохранением. Новый амбулаторно-поликлинический комплекс рассчитан на 500 посещений в смену. В медцентре оказывается помощь под 23 направлениям. Также есть реабилитационные услуги взрослым и детям. Открыт дневной стационар на 150 мест. Поликлиника оснащена современными оборудованиями. Это как флюорограф, маммографы, ангиографы, УЗИ экспертного класса. И также в ногу со временем используются гаджеты. В завершение праздничной встречи Касым Жомар Тукаев подарил коллективу медцентра сертификат на получение машины скорой помощи. Тимур Казагулов при поддержке телерадиокомплекса президента. Итоги дня. И о врачах, вносящих вклад в развитие медицины и спасение людей. Казахстанский онколог Диляра Кайдарова удостойна главной российской премии для врачей призвания. Награждение состоялось в Москве в преддверии Дня медицинского работника. Глава научно-исследовательского института онкологии и радиологии награждена за успешный результат программы по онкофертильности. Это совместный проект наших и российских ученых. Премию призвания вот уже 10 лет вручают врачам, которые совершили прорыв в создании новых методов лечения и диагностики, сделали яркие научные открытия и внесли вклад в развитие мировой медицины. У нас в Казахстане более 50 детей родились посредством вот этих новых технологий. И данная номинация за создание нового направления медицины, когда есть возможность у матерей, которые переболели раком, иметь детей. И к другим новостям. 57 домов долгостроев до конца этого года сдадут в Нур-Султане. Так, по крайней мере, сегодня заверили в столичном Акимате. Если это обещание выполнят, то ключи от долгожданных квартир получат 7 тысяч дольщиков. Напомню, в прошлом году в столице местным властям удалось разрешить проблемы 20 домов, которые долгое время не могли достроить. Тогда новоселье отпраздновали порядка 2700 дольщиков. Завершить остальные долгострои, а их в Нур-Султане на сегодня больше 100, планируют в течение предстоящих двух лет. На сегодняшний день насчитывается порядка 117 домов в 33 проблемных объектах. Это у нас порядка 10,5 тысяч дольщиков на сегодняшний день. Люди очень давно ждут. С Жагалау имеются такие объекты. А сборку жилья, в принципе, мы уже строим и завершаем. Долгострои в столице мы планируем завершить до конца 2023 года. Тем временем в Семее продолжается эпопея с сохранением привычного облика старинного купеческого особняка. Недавно мы уже рассказывали о проблеме, и тогда здание 1844 года постройки от демонтажа вроде бы спасли. В дело даже вмешался лично Акимобласти. Казалось, сооружению с богатой историей бояться уже нечего. Но нет, вчера последовал новый удар. В буквальном смысле этого слова. Под покровом ночи. Группа людей с помощью тяжелой техники обрушила часть строения и сбежала. Теперь их ищут полицейские. А Семутешева о судьбе многострадального особняка. По словам очевидцев, все произошло глубокой ночью. Вандалы действовали очень осторожно и быстро. Натянули тросы, прикрепили их за угол дома и стали тянуть. Лишь с четвертой попытки, рассказывают свидетели, им удалось обрушить стену. Она мне все рассказывала. Как Акамазы подъезжали, как они вот здесь стояли, шептались. Давайте пока никто не видит Беркемджок. Ай, как снесем все это. Пока никто не видит воровским способом, методом, чтобы убрать это здание. И построить очередную коробку безликую. Таких старинных памятников архитектурных мало остается. И нам обидно горожанам. Купеческий особняк ранее уже пытались снести, чтобы построить на его месте очередной торговый дом. Тогда тревогу забили местные краеведы и демонтаж приостановили до принятия дальнейших решений о судьбе здания. Беда нашего города, на мой взгляд, на взгляд нашего краеведческого общества, не только в этом здании. Беда в том, что у нас в городе нет программы сохранения культурного наследия. А ее необходимо разрабатывать срочно. Хотя бы для того, чтобы приезжим сюда туристам можно было что-то показывать. Но не зеркальные же панели, которыми вылицованы здания, показывать. Им нужна история. Месяц назад областная комиссия одобрила купеческому особняку статус памятника истории культуры и местного значения. А Аким области предложил даже привести строение в первозданный вид и открыть в нем музей. Областной комиссией по охране историко-культурного наследия одобрено придание данному зданию статуса памятника истории культуры и местного значения. В данный момент идет работа по сбору документов и проведению историко-культурной экспертизы. По вопросу восстановления здания будем отдельно рассматривать. По факту резонансного дела начато досудебное расследование. Полицейские уже допрашивают свидетелей и выявляют виновных лиц. А с имутешами идет Мирханов. Семей. Итоги дня. Пока одни спасают от вандалов старинный особняк, другие пытаются спасти то, что осталось от асфальтового покрытия. Водители Костанайской области требуют отремонтировать участок республиканской дороги от поселка Озунголь до границы Североказахстанской области. Ее не могут привести в порядок уже много лет. Чтобы преодолеть сравнительно небольшое расстояние, люди тратят много времени, используя порой для объезда полевые дороги. Часто случаются и мелкие аварии. Одна из них произошла с участием нашей съемочной группы. Артем Грапов поделится впечатлениями от поездки. Эта трасса связывает Костанай и Петропавловск. 80-километровый участок от поселка Озунголь до села Троебратное авторюбители называют ужасным. А некоторые и вовсе при его упоминании кричат «караул». Впрочем, ездить не перестают. Альтернативы нет. Ну, ремонтировали как-то, делали. Более-менее было. Ну, быстро. Даже зима не отстояла. Все сразу обратно. Вообще невыносимо едешь. Едешь вот первая, и все. И даже не переключаешься. И вот эти 80 километров уже сколько лет, и никто никак сделать не может. Вообще тут есть такие ямы, что хуже проваливаются вообще. Невозможно пройти. А большегрузов здесь действительно много. В основном из южных регионов Казахстана товары возят в Российскую Федерацию. Между Костанаем и Петропавловском где-то 400 километров. Это расстояние проезжаем за 16-18 часов. А мы ведь еще и груз возим. Ходовая сильно страдает. Бывает, резина лопается. И вот в таких условиях приходится ездить. И только мы попрощались с водителем грузовика, как сами оказались в неприятной дорожной ситуации. Угодили в яму, которую никак не объехать. Дальше потерянное время при замене колеса. Ускоряли процесс, работая в четыре руки. А вот и вишенка на торте. Замятый с внутренней стороны диск. В итоге ремонт влетел в копеечку. И проехав на ней лично, констатируем. Участок республиканской трассы хоть и не совсем аварийный, но вот потенциально опасный вполне. Проезжая этот участок, люди используют полевые дороги. На самых плохих отрезках нужно будет объехать ее. Но, как видите, спуститься, по крайней мере по этому спуску, крайне небезопасно, мне кажется. И еще осенью и весной эти дороги не используются. Люди едут по плохой, но асфальтированной. Ну, если ее такого и можно назвать. Вернуться на трассу тоже непросто. Водитель этой легковушки сначала оценил все риски и с разгона забрался на подъем. Так делают все, кто хочет сэкономить время в пути. Но люди устали и поэтому просят отремонтировать разбитый участок. В ответе дорожников утешения мало. Мы обратились, направлено от нас письмо в центральный аппарат. Они сейчас свод делают по решению вопроса выделения денег и средств на данный объект. Ну, ориентировочно 60-65 миллионов на один километр. Участок республиканской трассы восстанавливать все же планируют. Только не в этом году. Средний ремонт проведут, возможно, в следующем сезоне. Все, как всегда, упирается в деньги. Артем Грапов, Сергей Тартенберг, Куснаяская область. Итоги дня. Насколько качественно работают интернет-провайдеры в селах, сегодня лично выяснял глава профильного ведомства. Министр цифрового развития Багдад Мусин побывал в Карагандинской области и в итоге остался недоволен увиденным. Разочаровала его, в частности, низкая скорость интернета в селе Баймарза. С 2000-м, к слову, населением. Дальше и вовсе произошел казус. Министр не смог запустить на своем телефоне простейшие мессенджеры. Не хватило мощности 3G-связи. Спасти патовую ситуацию помогли карагандинские айтишники. Они рассказали главному по цифровизации о новых проектах IT-хаба. Программистам Багдад Мусин пообещал открыть в городе бесплатную айтишколу, а интернет-провайдерам за низкое качество услуг на селе министр гарантировал наказание. Мне готовят еще одни радиозамеры с учетом часов пик. Абсолютно нет никаких, как говорится, оправданий операторам, потому что кейс БМРЗ показывает то, что мобильные операторы иногда могут некачественно исполнять свои функции. Поэтому мы свою функцию как регулятор обязательно исполним, выпишем штрафы, будем им устанавливать сроки, чтобы они реально исправили ситуацию. В Аральском районе Козлординской области планируют ввести режим чрезвычайной ситуации из-за гибели скота. Сейчас там готовят соответствующие документы. Падешь животных в районе хоть и остановлен, но засуха по-прежнему связывает фермерам руки. В 13 населенных пунктах по вине зноя потеряно до 90% всех пастбищ. Животноводы вынуждены даже сокращать поголовье. В настоящее время ведутся работы по уточнению кормовых запасов и их дополнительным поставкам. Уже завезено и реализовано больше тысячи тонн люцерны и 40 тонн кормов. Как и когда конкретно будут вводить режим ЧП, станет ясно в ближайшие дни. Во многом это зависит от результатов анализа почвы. Разделили территорию на три категории по урожайности травы, то есть красный, зеленый, желтый. 13 населенных пунктов включили в красную зону. Сейчас с каждой зоны изъяли 500 граммов почвы и сдали на экспертизу. Определяется содержание в почве минералов, влияющих на рост травы. Если в составе почвы нет необходимых минералов, то отправим заключение в департамент по чрезвычайным ситуациям и получим согласование. После будем объявлять чрезвычайное положение. А между тем синоптики предупреждают. В Казахстане ожидается сильная засуха. От зноя пострадают сразу несколько регионов страны. Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская и Костанайской области. Причем в двух последних специалисты прогнозируют экстремальную засуху. Ее обещают в Абаевском районе на востоке страны и в Амангельдинском в Костанайской области. Мы наблюдаем в течение июня месяца дефицит осадков на большей территории Казахстана. Это, конечно, вызвало некоторую стрессовую ситуацию на полях. Но мы сейчас уже наблюдаем понижение температуры по северу Казахстана и осадки также. Однако по югу и юго-западу у нас сохраняется жаркая и сухая погода, что в целом свойственно этому региону. И также в июле месяце мы ожидаем высокие температуры и небольшое количество осадок. И еще к вопросам экологии. О развитии зеленой экономики говорили сегодня на заседании Совета по улучшению инвест-климата. К 2030 году, по словам премьер-министра Скором Амина, объем энергии, производимый возобновляемыми источниками в стране, должен увеличиться до 15%. Сейчас этот показатель не превышает 3%. Своим видением по переходу к низкоуглеродной экономике также поделились аккредитованные в Казахстане послы и представители международных, финансовых, промышленных и экоорганизаций. Для более эффективного зеленого роста недавно приняли новый экологический кодекс, в рамках которого 50 крупнейших предприятий Казахстана обязаны расширить использование наилучших зеленых технологий в своем производстве. В Министерстве финансов отреагировали на недавние заявления в Сенате главы счетного комитета Натальи Годуновой. Там накануне рассмотрели отчет правительства по исполнению бюджета за 2020 год. К примеру, аудиторы установили факты, когда средства, подлежащие зачислению в Нацфонд, перечислены не по назначению. В Минфине же заверили, что все налоги и другие платежи за отчетный период перечислены в полном объеме. При этом активы Национального фонда в течение прошлого года выросли на 744 миллиарда тенге до 28 триллионов тенге. Наталья Годунова также указала на рост госдолга, отметив, что соотношение его к ВВП достигло 29,4% и превысило установленное ограничение в 27%. На что в Минфине отметили, что указанный показатель являлся индикативным, установленным правительством в докризисный период. А сейчас соотношение госдолга к ВВП не превышает лимит, установленный договором ОИАЭС и нацпланом развития Казахстана до 2025 года. Продолжаем выпуск. В Казахстане с начала этого года на свободу вышли 50 педофилов. Такие данные озвучили и в Комитете уголовно-исполнительной системы страны. Сейчас за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних заключение отбывают больше 1800 насильников. При этом не все из них пройдут через процедуру химической кастрации, так как ее применяют только в случае доказательства психического отклонения специальной комиссии. Окончательное решение принимает суд. В МВД же заявляют, за освободившимся будут вести жесткий надзор, причем даже в режиме онлайн с использованием специальных браслетов. Казахстанцы между тем в страхе переживают, не повторится ли беда о том, сколько из освободившихся педофилов прошли химическую кастрацию и верят ли казахстанцы в исправление таких людей в нашем материале. Совсем не детский страх ощутили казахстанцы после новостей об освобождении полусотни педофилов из мест не столь отдаленных. Как нам сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы, химической кастрации по решению спецкомиссии и суда подвергся только один. 49 человек процедуру не прошли. В КУИЗ успокаивают. Все они полностью отбыли свое наказание и не просто отсидели, а, как верят в ведомстве, исправились. С каждым велась индивидуальная программа перевоспитания. Они практически все трудоустроены, все получили по несколько образований. Те, кто образования не имел начального и среднего, получили среднее образование. То есть, все мы сделали для того, чтобы они направили их, для того, чтобы они освободились и нашли свое место. Соответственно, остается дело только за обществом. За последние три года такой категории осужденных несовершенно рецидива преступлений. Возникает вопрос, а кто и как следит за тем, чтобы преступление не повторилось? В МВД поясняют, законодательство ужесточили и за бывшими заключенными ведется административный надзор. Восемь лет, а не три года, как раньше. Им запрещается контактировать с жертвами насилия, посещать развлекательные и учебные заведения. Запрещено покидать дом с 11 вечера до 6 часов утра. Среди табу алкоголь, выезды за пределы города и страны. Следят за всем этим участковые инспекторы. Приконтролировать педофилов полицейские в скором времени будут с помощью электронных браслетов. Производится закуп сейчас средств республиканского и местного бюджетов. И в дальнейшем мы будем их применять для контроля за поведением. То есть в режиме реального времени, 24 часа в сутки, он будет находиться под контролем участкового инспектора полиции в режиме онлайн. Правда, как скоро они появятся в регионах, зависит от возможности местных бюджетов. Интересует граждане то, почему на свободу некоторые насильники выходят, избежав химической кастрации. Химическая кастрация применяется только в отношении психически больных людей, у которых имеется определенное психическое отклонение. То есть, которые именно страдают педофилией. Данная мера должна быть доказана в ходе экспертного исследования. Назначение химической кастрации или не назначение химической кастрации, это не означает, что подсудимый, осужденный, он не является виновным. Осужденный проходит проверку на склонность к педофилии как минимум два раза перед заключением и за полгода до освобождения. Если психическое отклонение есть, его ждет химическая кастрация. Но проблема, как говорят эксперты, не только ниже пояса, а в голове. А ее не кастрируешь. В стране остро не хватает правильной терапии, как для насильников, так и для их жертв, говорит психолог Елена Тен. Большая часть освободившихся становятся изгоями, а там недалеко и до злобы. На весь мир и повторение преступления. Я выхожу, я мной брезгую от общества. Если кто-то узнает, по какой статье я отбывала наказание, очень маловероятно, что меня примут на работу хоть куда-то. Можно было бы его и социализировать, и продолжать жить как-то в рамках законности. Но это становится невозможным, потому что у людей дикий страх, дикое отвержение, дикое отвращение, которое не дает этому человеку повторно социализироваться в обществе и приносить ему пользу. А вот что думают некоторые казахстанцы о выходе на свободу педофилов. В нашем обществе такие не справляются. Кастрация, законам вели же, вот это сделать и все. Нет, не верю. Мое мнение, просто их надо кастрировать или что-то делать. Нет, не верю им. Семьи Манделара, педофил, это педофил. Стоит отметить, что с 2020 года педофилы не имеют права на досрочное освобождение, амнистию и помилование. Всего же в местах лишения свободы сегодня находятся больше 1800 заключенных по этой статье. Лаура Байбаченова, Тимур Казагулов, Мирамбек Акмаханов. Итоги дня. В Таразе проходит международный форум «Социальное предпринимательство». Новые возможности для общества и бизнеса. Эксперты в его рамках обмениваются опытом в области социального бизнеса и делятся историями своего успеха. В мероприятии посредством онлайн-связи принимают участие специалисты из стран дальнего и ближнего зарубежья. Международный форум объединил специалистов в области социального предпринимательства из Израиля, России, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Участники отмечают, бизнес в первую очередь должен быть нацелен на решение проблем общества. Помогать малоимущим людям с ограниченными возможностями, давать возможность развития их бизнеса. Государство уделяет этому большое внимание посредством выделения малых грантов. В Казахстане создают для ведения соцпредпринимательства все условия, принят соответствующий закон, определены критерии и предусмотрены меры господдержки. В прошлом году свыше 83 тысяч коммунистам была оказана помощь и поддержка на сумму около 37 миллиардов со стороны предпринимателей. Мы реализуем такие проекты, как, например, строительство жилья для малая обеспеченность и многодетных семей с помощью предпринимателей. Только в прошлом году мы построили 99 таких живых домов. Чтобы успешно и оперативно решать социальные проблемы, говорят бизнесмены, важно поддерживать взаимоотношения между госорганами и общественным сектором. Форум, который проходил в Актобе, он в первую очередь объединил нас и он многих познакомил с друг другом. Потому что, к примеру, многие ремесленники занимаются одним и тем же в разных городах, но они не знают о друг друге. А за счет этого мы объединяемся. Форум завершится завтра. Запланированы мастер-классы и обсуждение поддержки проектов малого и среднего бизнеса. Анастасия Сулейманова, Тимур Силхан, Тарас. Итоги дня. Весьма необычное хобби у полицейских Петропавловска. Сотрудник управления специализированной службы охраны Эльдара Лимки настолько увлечен историей гражданской обороны, что одну из комнат в своем доме превратил в настоящий музей. Там и предметы радиационной защиты, и специальная экипировка, и самое главное, разные модели противогазов. Всего около 30. Военные и гражданские для летчиков, для спасателей, для ракетных войск. Среди посетителей домашнего музея пока только родственники, друзья и сослуживцы. Эльдар же мечтает о том, чтобы его необычное хобби стало доступно для всех желающих. Такое желание появилось, как бы собрать эту всю коллекцию и представить людям, чтобы люди могли прийти посмотреть, что вот такие вот были промышленные противогазы, были гражданские, военные. Те противогазы, которых сейчас как бы в данный момент их нет. Получается, некоторых совершенно нет. Сейчас они не выпускают, они прекращены производство. Как бы, чтобы это, как бы, история, чтобы историю гражданской обороны все знали. Сегодня после полуночи телезрители Хабара смогут увидеть грандиозный летний концерт Венского филармонического оркестра. Традиционное выступление проходит уже 17-й год в Венском дворце Шенбрун, бывшей резиденции Габсбурга. В час 15 ночи на канале Хабар пройдет прямая трансляция легендарного летнего вечера о славных традициях австрийского музыкального коллектива в материале Алии Кужагалиевой. Летний концерт Венского филармонического оркестра едва ли не самое ожидаемое событие в мире классической музыки. Прямую трансляцию ежегодно смотрят ценители прекрасного почти в 80 странах на пяти континентах. В этом году благодаря членству агентства Хабар в Европейском вещательном союзе к числу зрителей присоединятся и казахстанцы. Это репертуар, это произведение классической музыки Рахманинова, Дебюси, Холста. Мы пригласили специальных экспертов классической музыки из нашего театра оперы и балета в Нур-Султане, которые будут комментировать и самое, наверное, то, что зритель увидит дворец Шенбрун в Вене, откуда и будет происходить данная трансляция. Венский филармонический оркестр славится безупречным исполнением европейских и других выдающихся классиков. Руководить летним концертом будет известный английский дирижер Дэниел Хардинг. Солирует пианист Игорь Левитт. Своей виртуозной игрой артисты хотят передать миру свой позитивный настрой и надежду на скорое завершение пандемии. Вообще эти оркестры топ-10, так скажем, на их концерты продаются билеты за много лет вперед. Естественно, и стоимость соответствующая, та публика, те зрители, которые приходят на этот концерт, для них это праздник. Праздник услышать эталонное исполнение. Для нас, работников культуры, для дирижеров, для музыкантов, очень важно. Нам очень не хватает больших трансляций всемирно известных коллективов. Казахстанские представители классической школы с нетерпением ждут предстоящей трансляции. Только музыканты знают о закулисье и какие титанические усилия требуются для гармоничного звучания всего коллектива, особенно на открытом воздухе. Так характерно, так вкусно сыграть вальсы, штрауса, польки и любые произведения венских классиков, вот может передать только тот оркестр, который, в принципе, с этим рожден, и у кого в крови все эти, так говорится, принципы музыцирования симфонической музыки и характер австрийских композиторов. И поэтому я всех призываю послушать и порадоваться, и отдохнуть, услышав такие прекрасные исполнения. Агентство «Хабар» — единственный представитель Казахстана в Европейском вещательном союзе. Благодаря членству в нем отечественный зритель в режиме «Лайф» увидел Евровидение, Детское Евровидение и много других крупных спортивных и культурных событий. Для тех, кто все же не сможет посмотреть трансляцию концерта, сегодня ночью «Хабар» обещает показать повтор. А в конце этого года ценители классической музыки ждет еще один уникальный концерт. Агентство планирует в прямом эфире показать зимнее выступление австрийского коллектива. Олег Ужгалиева, Гафуу Али, Альбек Алиев. Итоги дня. Всего доброго и хороших выходных. До свидания. Дорогие друзья, смотреть итоги дня вы можете на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск.